У него сотни миллионов поклонников по всему миру. Трансляции масштабных мега-концертов и такие скромные интервью. Несмотря на юный возраст, он проделал большой творческий путь. И мы решили рассказать о нём. Снять документальный фильм о его становлении. И уже в процессе подготовки материала пришла идея разговора со зрителем напрямую. Диалог от первого лица. Без посредников. Такой, какой он есть. В свой день рождения. Димаш Кудайберген. Это камера нормально? Нормально. Как раз подсветлено. Утром. Сегодня ужасный день. Димаш Кудайберген. Димаш Кудайберген. Лёх, я девушку нечего, Саша. Кладется. Может, про это, по-моему, на сайте. Обиделся. Что-то нормально-то? А я жив. Песню на казахском языке поёт Америка. Россия, Россия, Англия, Китай, Германия, Украина, Латвия. Подарить любовь просит у судьбы Димаш Кудайберген в своей знаменитой песне «Махаббат Бермага». Миллионы фанатов отдали ему свои сердца, а он дарит им всего себя. Талант, голос, силы и время. Без остатка. Таким чутким к своим слушателям Димаш был всегда. С самых малых лет. Димаш Кудайберген. Димаш Кудайберген. Я провела там компьютерную роль. В конце концерта, у меня в кучино, рассказывал мне концерта и угробил на концерте. Но я не очень люблю. Наверное, головы не были. Опрежали от передачи я не целая нота. Оно было. В общем, несколько слов он говорил, что я видел туэндуас. После этого я тошневался со мной, когда я начал поездить это, когда он был туда. В этом мальчике пока еще трудно распознать будущую звезду планетарного масштаба. Но видео можно назвать историческим, когда на телевидении впервые, пусть пока не так уверенно, звучит этот голос. Голос, который однажды завоюет весь мир. А пока в прямом эфире утренней программы на местном канале интервью у 13-летнего Димаша берет начинающий журналист Адельбек Кулама. Праздничный выпуск в честь 15-летия независимости Республики Казахстан он хорошо помнит до сих пор. Тогда Димаш учился в 6-м классе. Вместе с ним пришел в студию ученик 36-й школы Даурен Семагамбетов. Их рекомендовали администрации школ. Мы попросили помочь найти детей, которых можно назвать будущим Казахстана. Тогда мы не знали, что Димаш достигнет таких высот. Но в Ак-Тубе его семья уже была известна. Родители, канаты Света Айтбаевы, бабушка, дедушка, очень уважаемые люди не только в регионе, но и во всем Казахстане. Димаш с малых лет пел с ними вместе и многие это знали. Поэтому и попросили в эфире песню. Это не было запланировано по сценарию. Чистая импровизация. Сейчас Азербек Куламан шеф-редактор главного канала страны. Хабар. Он руководит большими шоу, в которых и теперь, много лет спустя, участвует Димаш. Я вижу, насколько в профессиональном плане вырос Димаш и горжусь. Но для тех, кто знал его до мировой славы, он все еще тот добрый, чуткий парень. И он не изменился. Никакой звездной болезни. Недавно мы виделись с Димашем, и он первым поздоровался со мной. Адельбек Агадеб, хотя с учетом его достижений, это ему должна оказывать почет. Но он все так же уважительен к старшим. Вот такое правильное воспитание. В этой же гримерке накануне большого концерта в казахстанской столице Димаш делится своими страхами. Я хорошо запомнил его внешность, когда он только начал заниматься. Сам щупленький, глаза огромные. У меня Димаш начал брать уроки с 15 лет. Если я не ошибаюсь, в 2012 году он поступил на вокальный факультет. С тех пор мы очень тесно сотрудничали. Мы поддерживаем связь до сих пор, но будет неправда сказать, что мы с ним буквально каждый день общаемся. Бывают моменты, когда у него есть сомнения в части исполнения какой-то композиции. Тогда он делает мне видеозвонок, и мы обсуждаем подачу материала. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я надеюсь, что я не знаю, что я в киеве должен поехать дальше. Когда я basically занял карты в интернет, я не знаю, что я поед thé. И по Π novel три очистывания не знаю думаю, что ты иначе изuageva, Я выжила метод了吧 и слышала. В конце концерта я was rights-lik. Будучи студентом Актюбинского музыкального колледжа имени Жубанова, Димаш берет свою первую большую высоту. До этого были победы на разных небольших конкурсах. Но именно Жасханат подарил Димашу настоящие крылья для большого полета. И здесь же напутствие Розы Баглановой, которую сейчас пользователи в комментариях называют пророчески. Желаю вам удачи, счастья, чтобы вы были символом нашей песни. Розы Багланова апамыз негізінде мен Жасхантға қатысқанды жүреге отырған жық. Бұл монтаж бүрі жасаған Атимау. Бұл монтаж бүрі жасаған Атимау. Бұл монтаж бүрі жасаған Атимау. Ну, не только потому, что он, конечно, талантлив и трудоспособен, но и потому, что он предан был с самого начала, с момента подготовки конкурса на протяжении трёх лет, он шёл именно в Жасханат. Эта награда была какой-то ускользающей. Лишь с третьей попытки Димаша зачислили в конкурсанты. В 16 лет он тайком от нас подал заявку на участие в конкурсе Жасханат. Его не приняли, и он сильно расстроился. Целый год он готовился, репетировал, и в 17 лет снова подал заявку. Когда ему пришёл ответ о зачислении в конкурсанты, он так радовался, как будто уже победил. Сначала он не подходил по возрасту, слишком юный. Потом чем-то не угодил репертуар. А когда наконец-то прошёл отбор, то чуть не вылетел за опоздание. Много лет спустя Мурат Иргалиев поделился в интервью канала «Казах ТВ» интересной истории. Однажды отъезжают от гостиницы автобус с участниками, и там мне сообщают, мы в 9 часов закон отъехать утра, в 9 часов отъехать от гостиницы. Отъезжает автобус, я говорю, всё нормально, всё уехали? Да. Димаш Кудайберген опоздал. Я говорю, вы его ждали? Нет, конечно. Я говорю, правильно. А сам, думаю, судорожно. Какую же причину найти, чтобы его оставить? Это вот в 12-м году. Да, в 12-м году. Я говорю, так, я хочу узнать, кто давал ключи сегодня от гримерок? Ну, ко мне зовут там Бабу Машу. Бабу Машу. Там вот кто сегодня первый открывал гримерный? Да, вот этот ваш высокий пацан с длинными волосами красиво поёт. Бабу Машу, благодаря ему узнали, что Димаш опоздал на автобус, но он взял такси, и раньше этого автобуса приехал. Вот какое чувство от всех. Я думаю, вот наш человек. Огазе иқтоп қалман жақтын. Мен тұруын тұру балдым. Содангейн, шашым жудым, тағыда аяқ кемдерін тазаладым. Инді, сүйіп жүргенде, автобус кетіп қапты. Ид жарайты денім, інді. Ауында, көшет тұруамдар, машинан тұқтат салымда. Аға, кет, конгрес қолға, любой ақшан сіпенемді. Инді, асық тұққынын, мен десе, ой, бабайқалдан шокаттын, амалығы, машинан тұрға, кейшет тұған кейшеттеде, айымдым, он, бірнеше саландап жатырмен, сөйзе, мүрді ұйымды құрышыларын бір, мұраты жүрмесіз қазал, что тебе уже, выкенioң из проекта, так что, может не ехать, тұрғы, Когда он пришел на конкурс, сразу было видно, что это победитель. Он получил прекрасные данные, внешние, чудный голос, у него хороший слух. Было ясно, что это будет гран-при конкурса Жаскана. И наша задача была его подтолкнуть, сделать более динамичным, вывести из состояния замкнутости. Он быстро это сообразил, схватил. И все это, что он получил на Жасканате, он сам потом говорил, что это пригодилось ему в его дальнейшей профессиональной карьере. Я сейчас хочу, во время эфира хочу задать вопрос Александру Сергеевичу. Тогда Брата Жимыч и Александр Сергеевич делали замечания мне насчет моей одежды, насчет еще всего по мелочам. Единственное замечание, которое они упустили, они должны были мне посоветовать, так, давай сделаем тебе стрижку. Они должны были это сказать. А я-то думал, что в это время, в то время я думал, что это круто выглядит. На протяжении трех лет он шел именно в Жасканат, ни в какой другой конкурс, в которых было полно в то время в нашей стране. Ну, конечно, в этом смысле он шел к Жасканату и со своим педагогом, и со своим главным наставником, Канатом, своим папой. И, как мне говорил потом Димаш, Жасканат позволил ему почувствовать наслаждение от сцены. И это был его первый шаг на, можно сказать, на большую сцену. Именно эта сцена открыла перед Димашем Кудайбергеном много возможностей. Во-первых, путь к высшему образованию. Его сразу как-то заметили, хотя говорят, что до этого конкурса он выступал на каких-то мелких республиканских конкурсах, и якобы многие наши ведущие артисты, педагоги, они как бы говорили, что нет, он состоится или не состоится. И были разные у него мнения, что так петь нельзя, может быть, и невозможно. Но на сегодня жизнь показывает, что так можно петь и еще как, и быть известным во всем мире. То есть это, я бы сказала, что его звезда, вот мне кажется, привела сюда наш город Нур-Султан, и он состоялся именно в нашем университете. На этой же сцене артиста с невероятными вокальными данными заметили организаторы Украинского Восточного базара. Пригласили поучаствовать. Димаш согласился и сделал первый шаг за пределы казахстанского музыкального пространства. Димаш привез из Ялты первое место Восточного базара. Через полгода невероятный голос Димаша Кудыбергена разлетелся над волнами Иссыкуля. Он участвовал в фестивале исполнителей популярной музыки «Мейкен Азия». На самом крупном после «ЖАЗ Канат» конкурсе, международном, с большим жюри, с большой публикой, с разнообразием стран-участниц, был кыргызский фестиваль «Мейкен Азия». Он проходил на Иссыкуле. Ну, там, конечно, все удивлялись ему, но должен сказать, что Димаш подъехал на этот конкурс. Раньше привезли его родители Канат и Светлана. И он там акклиматизировался, потом стали съезжаться участники конкурса, и подъехали мы с Александром Сергеевичем. И что вдруг неожиданно происходит? Родители собираются перед самым конкурсом и уезжают. Мы говорим, Канат, что же вы уезжаете в последнюю минуту перед конкурсом? Они говорят, ну, есть же вы. Мы заранее приехали в Чулпанату, чтобы Димаш мог привыкнуть. У озера Иссыкуль было довольно прохладно, поэтому мы волновались, что он простынет. И так вышло, что за день до его выступления нам с его мамой пришлось срочно уехать по работе. И мы оставили его на попечение друзей. Конечно, мы сильно волновались, но перед выступлением артиста очень важно подбодрить. Поэтому мы не подали виду, а наоборот, настроили его. Это международный конкурс. Ты представляешь, Казахстан, нужно собраться и выступить достойно. А сами всю дорогу волновались за него, пока не доехали до дома. И он не позвонил с хорошими новостями. Димаш Кудайбергенов, Казахстан! Аплодисменты, фонтонар, Казахстан Гран-при! Димаш Кудайбергенов! Ну, поздравляем вас еще раз с победой. Это упорная борьба и, наконец, существенный результат. Спасибо вам большое. Это труд, во-первых, моих учителей, поскольку я хотел бы выразить свои благодарности моему преподавателю. Опять же скажу заслуженному дителю культуры Казахстана, Барату Атимову Олжабаевичу. Это его труд, я просто показываю его работой. На байқауларға бар, ченгістігістігіп қайту жүргенен кейін. На жасқанат байқау, оданген халқаралық байқаулар бар. Біздің ағай, Баратаға ешқашанда, баланы асырқсыртеп мақтам айтын ешқашанда. Байқаулардан кейіп жүргенен ағай маған түрт қойпасады экзамендерге. Бәрі небес, Димаш Кудайберген, оғасы 4 дит. Димаш Мұн, Таға бергіжайм бұл түрт қойп, Содан кейін, Лаптен көлізді бітіргелі жатқан кезімізде. Менің ұна Құжатым бар ғо, сачот ка. Нұн бір меңдің баған ешқашанды. Содан кейін барып, көлізді бітірген егің сачот імын алған түрт қоймай. Бес қойып өрген сонда мен дейдің бірнеше жылық, Его часто спрашивают об источнике вдохновения. В 2015 году он раскрыл секрет. Вот улыбка матери дает многое. Это выступление на славянском базаре принесло еще большую известность талантливому артисту. Ты вечно си зажлись в один короткий день. Многие земляют. Я ищу неизвестен. Я ищу неизвестен. Я ищу неизвестен. Из трех композиций конкурса именно это оказалось ближе всего по духу аудитории. Она набрала большее количество баллов, что в итоге и принесло Димашу гран-при Славянского базара. Песня, наполненная любовью к маме. Кстати, Димашу в этом смысле очень повезло. У него сразу две мамы. Славянского базара. 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 Если ты не можешь сдержать слово, то лучше не обещай. Мне скоро 50 лет, а мой отец до сих пор постоянно об этом напоминает. Мы так выросли. Дисциплина, ответственность и человечность – это главные ценности, которые мы стараемся привить и своим детям. Неудивительно, что имея такие мощные корни, потомственный музыкант очень рано достиг успеха. А чуть позже – Димаш. Что в мировом масштабе, конечно же, Димаш открыл китайский конкурс «I'm a singer». В масштабе СНГ, конечно же, это славянский базар. Ну, в масштабе, скажем, русскоязычных стран, можно сказать так, да. Но я бы добавил, что в масштабе Казахстана Димаша открыл конкурс «Жасханат», где он впервые получил гран-при. Это естественный процесс, потому что уровни конкурсов разные, но важно всегда помнить, откуда мы все вышли. То есть первый вот этот небольшой успех, который дал импульс уже развитию и большим успехам. Поэтому я бы не стал сравнивать вот эти конкурсы именно как то, что они дали в каких-то масштабах, в числовых выражениях. 15 миллионов или несколько миллиардов. Естественно, тут выигрывают страны, где население просто побольше. Еще до того, как он покорил славянский базар и удивил всех на «Аймсингер», Димаш выиграл множество разных конкурсов в Казахстане, включая один из самых престижных «Жасханат», который открыл путь на эстраду многим талантливым отечественным исполнителям. Но лично мое мнение, в мировом масштабе нашего Димаша узнали после выступлений на международных площадках в Витебске, в Ялте и в Китае. И это нормально. Ему нужно расти и развиваться. А еще есть судьба. Видимо, таков его путь через славянский мир, через весь азиатский мир идти на запад и постепенно завоевывать планету. Димаш поехал на конкурс «Аймсингер», и мы тогда впервые увидели реакцию китайской публики. Вообще поняли сам характер конкурса, насколько он важен, потому что он сразу распространился по всему миру и сразу получил признание, как говорится, публики со всех стран мира. Это такая была бомба, то, что взорвало его выступление. Все чаты и все, как говорится, каналы телевидения, все известные блогеры, известные артисты разных стран вдруг заговорили о его голосе, о его феномене, и сегодня продолжают восхищаться. Я вот лично сама была в Италии, гастролировала в прошлом году и встретилась с известным итальянским певцом Альбана. И он тогда на своей фазенде, Филичита, очень восхищался и говорил, какой голос, я бы мечтала с ним спеть вдвоем до этого. Какой голос? Какой голос? Димаш. 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 Порядом французского языка, это название, мы можем назвать Доменка, Димаш. 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 Очень эмоционально, как я почему-то. Димаш, где я носил дуэт-дуэт, Димаш. Димаш не выиграл Айма Синга, но оглушительный успех выстроил целую очередь из мировых звезд, мечтающих спеть с ним дуэтом. Сразу после завершения китайского музыкального шоу Димаш Кудайберген дает концерт в Казахстане. Природная тяга все время идти вперед заставляет Димаша постоянно развиваться. Времени на отдых просто нет. Есть новые цели. Первая мировая турная Дединастия и первая мировая столица. Билеты на концерт в Лондоне были раскуплены за полтора часа. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА